Музыка Можно много говорить о преимуществах тех или иных мер, которые предлагаются, но поскольку они все являются взаимоувязанными, то, к сожалению, нельзя отобрать хотя бы самые действенные, запустить их и считать, что будет эффект. То есть нам нужно остановиться на том, чтобы определить ту экономическую модель, которая существует у нас в стране. И только под эту экономическую модель уже можно использовать отдельные предлагаемые способы. Прохождение любой страны экономических проблем всегда связано с определенными национальными особенностями. Я, с вашего позволения, немножко два слова скажу о нашей истории, откуда начались все наши беды, на мой взгляд. В 1986 году был принят пресловутый закон о кооперативах. Супер прогрессивный, супер демократичный, ну, во всех отношениях хороший. Кроме одного маленького но. Он создал механизм перекачки огромных бюджетных денег в частные руки. И с тех пор у нас началась двухпутная экономика, смысл которой заключается в том, что у нас государственные деньги и частные деньги перемешаны. Совершенно по-другому пошел Китай с 1989 года. Они создали двухэтажную экономику, когда бюджетные деньги – это отдельно, а деньги бизнеса – это совсем отдельно. Да, бюджет помогает развитию бизнеса, но они деньги эти не смешивают, тем самым определяя эффективность и тех, и других затрат. Я не хочу сказать, что нам нужно копировать модель Китая, потому что сами китайцы, я неоднократно на тему с ними разговаривал, говорят, у нас никакой неизм, у нас наша китайская экономика, и нам нужна российская модель экономики. Что значит модель? Модель – это означает, что мы должны четко себе представлять, к чему мы стремимся, в каком графике. Самое главное – при помощи каких средств мы это достигаем. Любые средства, которые мы можем сейчас вводить, если нет четкого цели, полагания, что мы получим на каком-то коротком, среднем, дальнем отрезке времени, это все не будет работать. Я приведу один пример. Сколько я себя помню при Новой России, начиная с 1991 года, да даже с 1989, все время говорят о поддержке малого бизнеса, о том, он как важен и нужен и так далее. Не проходит ни одного заседания Государственной Думы, чтобы очередная новация, которая должна обогатить малый бизнес, создать ему благоприятные условия, не принимался соответствующий закон. Однако малый бизнес находится в том состоянии, в котором он находится, и никаких перспектив для его развития на сегодняшний день нет. Уже что только не придумали. Я вот, например, считаю, что нужен для малого бизнеса только один закон. Десять лет никаких законов в поддержку малого бизнеса не принимать. Оставьте его в покое. Или вообще снимите налоговую нагрузку, или самую минимальную. И не трогайте. Малый бизнес, как вода, залезет во все щели. Малый бизнес приспособится, если будет точно знать, что ничего не изменится. В условиях, когда каждый практически месяц вступают в силу какие-то нововведения, не позволяют малому бизнесу что-то прогнозировать на ближайшую перспективу. Постоянная лихорадка. Продолжение следует...